Так, в общем, элементы тут будут вставляться в такие, ну, стандартные, всем известные для труб штуки. Что я делал? Беру сверло, здесь посередине засверливаюсь, насквозь выхожу, но стараюсь не тупить. Получается вот так вот. Потом это одеваться будет на бум деревянный. А здесь сбоку я, наверное, саморез вкручу или болт какой-нибудь, чтобы он не гулял. Вот я просверлил, идет ужасно плохо, но так и должно быть, в принципе, это хорошо, натяжка, есть натяг. То есть, смотрите, вот я взял, вкрутил и вот так накручиваю его, потому как не идет он. Вот так и должно быть. Ну и постепенно буду, извиняюсь, набирать уже элементы. Так, вот, вытравил я платку. Сюда будут элементы входить. В эту коробочку. Так, вот, сам элемент. Как все выглядит. Припаял я алюминий. к дорожкам. Это у нас получается согласующий шлейф. Можно так его назвать. Вот сами элементы. Здесь просверлю отверстие, введу кабель. Здесь оплёточка будет, а здесь центральная. Еще и будет готово. Так, ну вот, запаял я. Кабель зашел тут у меня. Запаян. Сейчас залью. Клеим здесь чуток. И выведу здесь запаяю. Пайка. Самая надежная контакт. Самая надежная, это пайка. Так, вот, запаял я. Как по схеме шлейф, вот. Эта линия. Это будет на антенне она. Так, на данном этапе вот я подключил. Кабель разместил на болтах. Прикрутил коробку. Залил красочкой тут маленько. Вот. Дальше уже буду набирать элементы. Но самое главное я уже сделал. Это радует. Крышечкой закрою. В общем, довольно неплохо. Так, все, собрал. Собрал я это все дело. Сейчас красочкой подкрашу, где надо. Фиксировал я так вот. Саморез гонял сюда в тело. Ну и получается довольно неплохо. Такой вот. Такой дрын. Так, вот так пока получилось. Вертикал. Сейчас покажу, как я реализовал. Вот смотрите, здесь СР-50. СР-50 разъем. Что я сделал? Прикрутил его. Потом взял 3Мовскую изоленту самую хорошую. И заизолировал все, закрутил. И потом покрыл хорошей краской. Такой. Почти масляной. Вот. То есть со всех сторон. Сейчас покрытой краской. Ну и таким образом, естественно, водичка туда не попадет. Ну и плюс вот. Это низ будет, да? Тут, чтобы вода не затекала. Это все будет стекать. Ну и подвязал кабеля. Вот. И скоро буду ставить уже сюда 6 элементов. Так, ребята. Ну, по разъемам, да? Смотрите. Во-первых, я накупил хороших посеребряных и не только разъемов советских военных. Поставил, да? Я полностью отказался от F-ок. Ну, от этого говна китайского. Где он тут у меня? Ну, в общем, где-то уже все. Я от него отказался. Полностью перешел на нормальные человеческие разъемы. Соответственно, ну и кабель поменял. F-ка чем плохая? Тем, что со временем она расшатывается. И доверия к ней никакого нет. Поэтому у меня вот сейчас 3 антенны подписаны. И стоят такие военные разъемы. Где тут он? SR50262. Это вот по разъемам. Так, ну что, ребята. Приветствую вас. Наконец-то я поставил свою антенну. Благодарю Владимира Приходько. Эквиски 8 Alpha Uniform, который рассчитал мне антенну 6 элементов. Терпел мои тупизмы. Вопросы мои. Ну, как результат, в общем, результат вы видите в ролике. Антенна есть. Вот она уже стоит. Высота пока не самая хорошая. Ну, где-то метров 7 от земли. Также я поставил 10 элементов. Привет, Джеки. Ну, и обзорную. Поменял полностью кабеля. RJ8 толстый 9-миллиметровый стоит на обзорной, которая вот выше здесь. Ой. Вот. На 10-ти элементной стоит RK50, как 5FD или как он там. Ну, и такой же стоит кабель на 6 элементах. Также в ролике будет тест. Мы с Юрой провели тест у R3 Щука Ольга Киловатт. Он тут километров может 10 от меня находится. И вы увидите, какая разница между обзорной антенной, вертикальной и 6 элементами. Также в ролике я покажу схему этой 6 элементной антенны, тесты и прочее. В общем, ролик будет длинный. Кому, я думаю, интересно смотреть и кому это будет важно, он досмотрит до конца, посмотрит тесты и прочее, прочее. Также в этом ролике будет схема данной антенны с подробным описанием. Так что, дивитесь, хлопцы. Смотрите, комментируйте. Комментарии очень обязательные. То есть, это фидбэк с моими зрителями, с подписчиками. Это очень приятно. Так что, лайкайте, дизлайкайте и комментируйте. Приятного просмотра. Так, значит, смотрим. Частота у нас 145,525. Ну, можно 500, не важно. Смотрим. Так, дальше я уже буду называть частоты. Придется вам не верить. Значит так, ребятки, смотрим. Кстати, тестирую в очередной раз свой кс-вометр, который продавал и продаю. Значит, смотрим. Прямая. Прямая отраженка. Смотрим. Великолепно. Просто великолепно. Сейчас наберем частоту, посмотрим ее границы. 144,300. Посмотрим сейчас, как она там работает. Так. Тоже хорошо работает. Великолепно. Ага. Отлично. То есть, в диапазоне, который нам нужен, работает хорошо. То есть, довольно широкий. Я думаю, даже, она 148 возьмем. 148, допустим, 500. То есть, широкополосность достигается за счет вот этого добавления палки, которую вы, ребята, спрашивали, что там за палка такая. Типа симметрирующего устройства. Еще секунду. 148,500. О, тут уже КСВ у нас получается 55, а 55 это троечка. Нет, вру. Да, троечка. КСВ-3. Вот. То есть, она работает на двоечке, чуть ниже. Возьмем, допустим, ниже частоты авиадиапазон. Правда, там мощность небольшая. Ну, в общем, авиадиапазон. Не буду называть частоту. Тут же, типа, не запередавать. Смотрим. 45. Это где-то двойка. Ну, то есть, вот работает в двоечке. Ну, в смысле, на 145. Так, это тест у нас данной антенны. Приношу большое, так сказать, благодарность человеку, которому я рассчитал. Так, это по шести элементам. Шесть элементов. Вот, разъемы, все заменил. Сейчас буду тестировать десять элементов. Так, а сейчас покажу в этом ролике тест. Значит, спасибо Юрию. Он находится от меня в 12 километрах. И как раз антенна смотрит на него. Шесть элементов. Тест был между обзорной полуволны, которая самая высокая у меня, и вот этими шестью элементами. Так что, смотрите, какая там будет разница. Шесть элементов в вертикали и выходная мощность 5 ватт. Значит, между нами, я думаю, километров, может, десять, может, меньше, но не важно. Значит, сейчас я включусь на вертикальную. Так, это шесть элементов, 50 ватт. Здесь вылетаю щука, щука, центр. Сейчас я переключусь. Где-то по-другому. Так. Юрий, по-другому. Да, Александр, резница есть. Видео записано. Сейчас я вот этого, ну, приостановлю. Так, ребята, по схеме. Значит, рассчитывалось все от программы MANA. Провод 5,2 миллиметра. Ну, там можно 5 миллиметров диаметр внешний, алюминий. Шесть элементов на 145-500. Смотрим, да? Вот у нас размеры даны. Рефлектор, вот вибратор, рефлектор. Нулевая точка. То есть, отсюда мы считаем длину между элементами. То есть, рефлектор, нулевая точка. И пошел. 571, это все миллиметры. 990, 1428, 1965, 2517. Дальше идем. Вот у нас размеры элементов. 10, 12, то есть, это все миллиметры. 971, 945, 947, 937, 880. Дальше. Ну, это как бы больше для меня. Я выносил металлическое такое основание. То есть, расстояние от антенны до мачты металлической должно быть не менее 40 сантиметров. Ну, как бы это логично. Дальше. Вот у нас рассматривается узел. Самый интересный вибратор. Расстояние между элементами вибратора от 10 до 30 миллиметров. Вот эта палка, которую мне спрашивали. Это так называемое, как бы больше симметрирующее устройство, которое позволяет, во-первых, иметь более пологий такой КСВ, а не резкий. Плюс, она у нас по электричеству, смотрите, она у нас короткозамкнутая получается антенна. То есть, мы не боимся статики. Принцип такой, смотрите. Такого же диаметра я взял алюминиевую часть. Вот эта алюминиевая, да? В видео вы увидите. Длина 515 миллиметровая. Вот. Здесь расстояние между кабелем и этим элементом не критично. Ну, то есть, там может быть 30 миллиметров. Отмеряем здесь 515 миллиметров на кабеле. Вот здесь, в этой точке. Зачищаем массу. И припаиваем здесь. Припаяли. Все. Вот у вас эта согласующая линия сделана. Соответственно, центральная жила сюда припаивается. Масса сюда. Все. Ничего здесь сложного нет, как оказалось. И я могу сказать точно, что прямо совсем уж точно, чтобы... Выдерживать эти размеры, ну, по максимуму я пытался, естественно. Я не мог бы выдержать. Но, как видите, вернее, вы увидите, да? Увидите показания. Вот такая вот схема. Так что, повторяйте. Еще раз спасибо большому человеку, который мне это рассчитал. Так что, повторяйте. Так что, повторяйте.